здравствуйте уважаемые рукодельницы сегодня рассмотрим основные моменты вязания вот такой кофточки летней кофточка связана крючком из градиентной пряжи ширина 52 сантиметра и длина тоже 52 сантиметра но имеет такой вид маечки здесь плечевой части 46 сантиметров но на самом деле на плечо будет закрыта и что здесь еще может быть важно может быть нет а все линии прямые здесь здесь тоже можно вот так кащей я уже приутюжила немножко что меня такой вариант устраивает ну далее уже более подробно рассмотрим для вязания используется градиентная пряжа вот такая мотки по 250 грамм хлопок сто процентов тысяча метров в мотке в мотке однотонные части в начале и в конце мотка а между ними вот это вся пряжа переходная вся меланж узор для вязания подбирала не крупный можно сказать что это такой не совсем мелкий средний ближе к мелкому мне кажется что для такой пряжи крупные сложные узоры просто потеряются что еще этого узора вязание начинается с отделки края что удобно для такой градиентной пряжи где цвета не повторяются от начала и конца не надо будет подбирать пряжу для обвязки хотя обвязка кроем и горловины остается под вопросом в начале вязания вяжем 44 вот таких уголка из вееров и соединяем в круг у нас получается дни у меня получается 52 сантиметра но я вижу крючком полтора и так это ряд у нас верный в аппорте два ряда один ряд это вера а другу ряд такой переходной и так 1 воздушная петля здесь мы вывязываем веер столбик с одним накидом далее пико 3 воздушные петли цепляем за основание дальше следующий столбик с одним накидом 5 пико 3 воздушные петли с основания следующий столбик с одним накидом пико и столбик с одним накидом 4 столбика и 3 пико между ними далее 1 воздушная петля 1 воздушная петля далее прикрепляем столбиком без накида 1 воздушная петля из на следующей дуге так вывязываем точно такой же веер столбик с одним накидом пико и так вяжем по кругу но воздушная петля прикрепляем 1 воздушная петля и так далее заканчиваем ряд последний веер 1 воздушная петля все по схеме и прикрепляем к этому столбику длинному предыдущего ряда переходим к следующему ряду 5 воздушных петель дальше столбик с одним накидом вот за среднюю среднее пико предыдущего ряда 3 воздушные петли в в это же пико столбик с одним накидом получается такая дуга дальше 1 воздушная петля теперь столбик с двумя накидами между веерами прикрепляем 1 воздушная петля и опять столбик с одним накидом за пико закрепили 3 воздушные петли столбик с одним накидом 1 воздушная петля и столбик с двумя накидами и так далее по кругу заканчиваем ряд последние две ножки между ними 3 петли и заканчиваем 1 воздушная петля и просто присоединяем все закрыли ряд и начинаем вязать следующий ряд с веерами после того как я связала 20 веерных рядов и считаю одни веера каждый веерный ряд это два ряда 40 рядов я перешла к оформлению проймы и поворотному вязанию значит я здесь оставлю вот этих два ряда для оформления проймы и начинаю вязать поворотными рядами почему-то мне осталось пряжи я продолжила вязать с этого клубка смотка до конца а вот с другой стороны там не будет спинка а вот другой стороны и так полочку мне придется вязать другого клубка вот с этой нить здесь розовая голубая последняя нить и достаю переходы между пряжами здесь такой небольшой узелок есть легко найти вот и уже отсюда можно вязать полочку так полочка связана спинка таким образом здесь где-то 14 веерных рядов здесь немножко поменьше 12 вот такой вырез сделан вот так будет может так здесь ничего сложного единственно что придется один цвет это делить нить этого цвета придется разделить ну примерно один цвет где-то пять рядов занимает веерных поэтому сначала здесь увязываем 5 ниточку обрываем переходим сюда тоже вяжем дальше следующий переход цвету тоже заканчиваем обрываем нить и довязываем здесь и одновременно соединяем полочку и спинку вот в этом ряду вот сейчас ряд будет с изнаночной стороны соединяем здесь вяжем 4 соединяем дальше еще на воздушная петля здесь связываем столбик с накидом присоединяем вот сюда в зеркальном отражении 3 воздушные петли столбик нет сначала присоединяем теперь столбик с одним накидом далее у нас одна воздушная петля столбик с двумя накидами между веерами и также мы прикрепляем сразу ко второй половине на воздушная петля опять переходим столбику с одним накидом прикрепляем его 3 воздушные петли прикрепляем и столбик с одним накидом в это же основание таким образом соединяем весь ряд все соединили и можно сказать что основные работы закончены каких-то больше детали еще какие-то детали я не планирую просто наверное обвяжу обвяжу пройму и горловинку это вот то что осталось после работы это будто двух клубков получается осталось или середина даже не середина большая часть и от нее вот так а это от одного клубка осталось заключительная отделка просто обвязываю к вырез вернее разрез далее горловина и проймы желательно при обвязке немножко при посадить обвязка просто пико закрытые пико 3 воздушные петли пико в основании этой цепочки из трех петель и прикрепляем столбиком без накида дальше опять 3 петли 3 воздушные петли пико прикрепляем и так обвязываем немножко при посадим таким образом пико при посаживать здесь индивидуально кому побольше кому поменьше где-то вот на эту дугу получается два пико без посадки так обвязка закончена все изделие готово ниточки все прячем обрезаем и небольшая влажно-тепловая обработка